Круглый стол Сегодня спикерами мероприятия выступят наши коллеги и друзья из пяти стран мира. Это Россия, Италия, Белоруссия, Казахстан и Финляндия. Мероприятие в таком интерактивном формате и интернациональном формате мы проводим впервые. И за это отдельное спасибо организаторам IT-форума. Данный форум проводится при поддержке правительства Нижегородской области в лице Министерства поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области и Министерства информационных технологий, связей и средств массовой информации региона. И я с большим удовольствием предоставляю слово для приветствия министру поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Денису Ивановичу Лабузе. Добрый день, уважаемые друзья. Приветствую вас на круглом столе экосистемы для развития IT-стартапов. Значение IT-бизнеса для Нижегородской области трудно переоценить, это правда. Молодежи принадлежит и одна из ключевых ролей в дальнейшем развитии эти сферы, столь важные для ускорения экономического развития нашей области. Данное мероприятие направлено всесторонне рассмотрение существующих и возможных вариантов и механизмов поддержки развития IT-проектов Нижегородской области. Главной задачей в правительстве в контексте развития малого предпринимательства, в том числе и в IT-сфере, является работа с молодым поколением, самой энергичной и креативной частью нашего общества. Наша работа в этом направлении строится по принципу мотивирования молодых людей к созданию новых компаний и их последующей поддержкой. Повышение инновационной активности молодых предпринимателей на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений в работе правительства области. Сотрудничество с крупными венчурными фондами, инновационными компаниями и кластерами, такими как фонд «Сколково», корпорации «Интел», «МТС», фонд «Веб-инновации» и другие – это новый мощный инструмент поддержки инноваций региону. В декабре 2013 года нижегородский бизнес-инкубатор «Клевер» стал региональным партнером фонда «Сколково», что позволит нам в дальнейшем привлекать дополнительные инвестиции в проекты и выводить их на международный рынок. Мы планируем совместно проводить мероприятия, направленные на внедрение новых решений для развития инноваций на территории Нижегородской области. Ключевыми точками взаимодействия станут привлечение венчурных инвестиций для поддержки и реализации передовых технологий, создание и развитие инновационных стартапов Нижегородской области, занимающихся научными исследованиями и разработками, в том числе созданными студентами Нижегородских вузов, обеспечение полного цикла инновационного процесса, включающего в себя образование, научно-исследовательские работы, внедрение и коммерциализацию их результатов. Теперь нижегородские компании смогут получить квалифицированную помощь специалистов по составлению бизнес-планов и по разъяснению нормативно-правовых документов фонда «Сколков», а также принять участие в конкурсе на лучший IT-проект Нижегородской области – IT-Волга, где у участника появится возможность получить грант до 5 миллионов рублей на создание собственного дела. Сегодня перед нами стоит ответственная задача по коренной модернизации экономики, переход на инновационные рельсы развития, и в этих условиях IT-бизнес – одна из важнейших точек роста экономики, поскольку IT-предприниматели быстро адаптируются к меняющим условиям. Но я всегда говорю, вот Нижегородской области повезло на самом деле, мы среди соседних регионов, но единственное, у кого нет ни нефти, ни газа, это действительно так, и это позволяет нам использовать свою голову и свои руки на полную катушку. Поэтому мне бы здесь хотелось, чтобы молодежь перенимала тот опыт, теперь уже относительно немолодых людей 25-30 лет, которые уже вывели свои проекты в большое плавание, в большую жизнь. И я считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы новое поколение не просто переняло этот опыт, а вдохнуло новое веяние в развитии прорывных технологий в разных сферах науки и экономики. Спасибо. Спасибо большое, Денис Иванович. Друзья, буквально несколько слов скажу также о партнерах сегодняшнего мероприятия. Это такие организации, как Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий, Молодежный инновационный центр, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области, руководитель данного фонда перед вами Алексей Иванович Назаров, Инновационно-технологический парк Тироля, Южного Тироля, Италия, Научно-технический парк Политехник Республики Беларусь, Технопарк Калаттау, Агентство по развитию региона Котка Хамина, Финляндия и Университет Аалта. Собственно, представители данных партнеров также сегодня выступят в качестве спикера в сегодняшнем мероприятии и поделятся с вами своим опытом. И по программе мы подходим к первому подключению, и у нас запланировано выступление на тему инвестиций в IT, подход к оценке IT-проектов и ключевые показатели инвестиционной привлекательности. На данную тему своим опытом поделится с нами директор по инвестициям фонда веб-инновации Анна Александровна Нинахова. Здравствуйте, уважаемые участники крупного стола. Меня зовут Кермен Циренко, я инвестиционный менеджер фонда веб-инновации. Я рада возможности участвовать в сегодняшнем мероприятии, особенно признательно за честь начать сегодняшнее выступление спикера. Тема моей презентации – инвестиции в IT, подходы к оценке IT-проектов и ключевые показатели оценки инвестиционной привлекательности. Я надеюсь, перед вами открыта презентация, поскольку у меня, к сожалению, нет возможности увидеть. Да, конечно, она открыта перед нами, мы ее видим. Спасибо, отлично. Прежде чем приступить к основной презентации, я хотела бы рассказать о деятельности нашего венчурного фонда. И будьте добры, покажите, пожалуйста, слайд 2. Фонд действует с 2011 года при содействии Внешэкономбанка и фонд осуществляет инвестиции в проекты инновационной направленности, являющиеся резидентами фонда «Сполково». Инвестиционный фокус наших инвестиций – это НИОПР и коммерциализация НИОПР, что представлено на следующем слайде. Проекты дриптируются в 5 основных направлений, среди которых IT-проекты занимают не последнее место. В нашем портфеле на сегодняшний момент 14 компаний, это наслаждение. Из них 7, то есть ровно половина компаний IT-сектора, как B2B, так и B2C сегментов. И смогу сказать, фонд «Лопинновации» в 2013 году был признан одним из наиболее активных инвесторов на российском рынке. «Теперь я хотела бы ознакомить вас с основными методами, которые использует инвестор при оценке бизнеса. Это слайд 5. В арсенале инвесторов имеется целый ряд таких методов, которые можно группировать в 3 подхода – это затратные, доходные и сравнительные. В основе каждого из них лежит своя философия и свой приз. При этом при оценке венчурного бизнеса, как правило, является IT-проект, пользуются не все, а только те, которые выделены на этом стадии красным цветом. Я скажу сейчас, что затратный подход базируется на основе принципа, что любой проект – это сумма его активов. И это мало применимо для IT-проектов, поэтому если инвестор использует его, то только в качестве отправной точки для последующего глубокого анализа, о котором я расскажу вам больше. На следующем стадии представлены некоторые принципы, которыми руководствуется инвестор при выборе подхода и метода оценки от ряда факторов. То есть, если ваш бизнес генерирует стабильный денежный поток, то инвестор берет на вооружение метод дисконтированного денежного потока либо сравнительный подход. Если последующая выручка и прибыль проекта зависит от определенного ряда условий, то применяется модель реакционов, то есть моделируется некая ситуация, формируется дерево решений с заданной вероятностью и таким образом строится финансовая матемия. И, наконец, денежный поток. Либо его очень сложно прогнозировать, то чаще всего применяется сравнительный подход, базирующийся на некоторых нефтических показателях, о которых я расскажу вам. Также инвестор руководствуется и эффектом уникальности акции. То есть, если акции на рынке не имеют аналогов, то в этом случае применяется сравнительный подход, достаточно, и в этом случае применяется метод дезинфицированных потоков или уже упомянутый метод реальных оптимов. В обратном случае применяем сравнительный подход. Ну и, наконец, никогда нельзя забывать, что любой оттенк формируется, исходя из субъективности составления инвестора. Если мы верим, что рынок эффективен, и информация на нем формируется достаточно в том, что не эффективно отражает эффективную ситуацию, мы готовы применять мультипликаторы, не сравнительные с компаниями аналогами. В обратном случае мы опять-таки возвращаемся к летней консистике и методом. Я бы хотела сейчас переключиться к следующему слайду. И все вышесказанное было достаточно общепринятым подходом к остальному бизнесу. В то же время надо потешить в этих проектах. Это заключается в том, что неопределённых длинных подходов. Если персонализировать статистику крупнейших технологических IDO, из первичных и первичных помещений, в последние 30-летние 6 лет, а их было около 300 именно всяких компаний, то можно обнаружить злопутную... Это слайд сеть. Акции только в этих компаниях выросли на 3% и выше. При этом 2-3% показали отрицательные возрасте. Большая сеть в компании не оправдывает доверие. Это более регистративно. Это можно увидеть на слайдах 8 и 9. Слайд 8 показывает, как у нас капитализация компании в момент IPO. В последние годы это период срок. На следующем слайде сейчас появилась статистическая компания. В этом случае можно увидеть, что публично. И можно увидеть, что большая часть компаний, которые были получены в 2000-х годах, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. Я прошу прощения. У нас немножко проблемки со звуком. Мы видеоотчетливо видим картинку у вас. К сожалению, звук доходит с небольшими искажениями. Попробуйте, может быть, как-то оптимизировать этот процесс. Может, поближе к микрофону говорить. Лучше. Лучше? Да, спасибо. На девятом слайде вы видите, как капитализация компании изменилась. И это подтверждает тот факт, что инвектор живет в условиях высокой неопределенности. То есть представьте себе такой парадокс. У вас есть перед вами тот человек, который предлагает вам сыграть в следующую игру. Он бросает на метру, и если выпадает орел, он готов вам заплатить 1 рубль. Если на второй раз выпадает орел, он готов вам заплатить 2 рубля. Если выпадает орел, он готов заплатить 5 рубля. Это демида схемы Берланди, которая показывает, которая показывает парадокс. Сколько инвестор готов заплатить за маленькую вероятность большого выигрыша? И этот парадокс, который показывает, что это самая невероятная интересная идея для вашего проекта. Я бы хотела также ввести во свой экспорт, чтобы купить аппарат, чтобы на autour, например, кιάз buzzer и описывать рекламу. это предварительное тоэмос компанию до внесения инвестиций в то время как постмалнинг это тоэмос компанию постполучения инвестиций я приведу пример допустим с помощью некого кристального магического шара определили оценку постмалнинг проекта в результате либо применения сравнительного либо применения доходного подхода и проект построил свои денежные потоки исходя из инвестиций в 30 миллионов рублей тогда оценка премалнинг будет рассчитываться как разница между постмалнинг и инвестициями и долг инвесторов будет определяться как соотношение инвестиций и постмалнинг далее я хотела бы раскрыть углубиться в методику доходного подхода повторюсь что доходный подход это определение текущей стоимости будущих годов которые возникнут в результате реализации проекта или его возможность продать доходный подход доходный подход строится на принципе что так до отсутствия внутреннюю стоимость и эту внутреннюю стоимость можно оценить с помощью ряда параметров среди которых сам денежный поток больше темп роста и его метод наиболее наиболее распространенный метод доходного подхода то есть я обозначила наиболее 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 периодов мы приводим к сирописке показателей. Именно этот показатель дисконтирования отражает меру риска проекта. Это отдельный предмет финансовой науки. И очень часто обучают цели, что фактор дисконтирования это теоретический произвол экспертов, потому что оценка проектов очень действительно по малейшему шагу фактора дисконтирования. Поэтому, если вы делаете предварительные оценки своего проекта, обязательно проводите анализ встреченности и моделирование в зависимости от факторов дисконтирования. Что вы делаете, инвестору, в условиях, чтобы доходить часто, что не является доходящим. Мы применяем другой подход. Мы применяем абсолютно к максимуму. Стоимость достаточно достоверно может быть определена другими инвесторами. В таком случае, есть целый ряд мультипликаторов, которые мы можем посчитать по компаниям-находам и применять к текущему нашему проекту. Из них четыре, вы видите на слайде, это отношение цены в получке, цены в прибыли, цены в денежном поток или в тридцать. Это самый мелкий показатель. Для информации, мы, как правило, берем такую информацию, берем такие финансовые данные на общежитетных сайтах, основные, которые здесь кранч или кранчбейс или некоторые другие сайты с финансовыми данными. И опять-таки, необходимо признать, что есть сравнительный подход и особенно применение ценовых мультипликаторов. Не освобождает нас от некоторых людей. Очень часто мультипликатор не отражает структуру бизнеса и ваш бюл, то есть вашу нематериальную активность. И поэтому тоже не может быть признан окончательный вверх. Следует отметить тенденцию в слайде тренингации, что сейчас мы не будем на рынке, сколько не качественных производателей, на рынке на IT-трайках, а качественные производатели. Первый из которых – это количество производителей. То есть, больше и больше приобретает так называемая бизнес-модель value for money, в основе которой лежит тетевой сектор. То есть, чем больше потребителей вашего сервиса, тем больше для каждого индивидуума ценность этого сервиса. То есть, не стоит сходить в этот пример, но это тот же концепт. Важность этого структура подтверждает, что в этом структура подтверждает, что у нас, к сожалению, возвращаются проблемы со звуком. Давайте попробуем мы вас перенабрать еще раз и возобновить дискуссию, если не возражаете. Ало, сейчас слышно нас? Я вас слышно, слышно ли мне? Она нас слышит, мы ее. Алло. Алло, да-да-да. Слышно? Отлично. Я продолжу поведение о нефинансовых показателях этих проектов. Я уже повторюсь, количество пользователей становится одним из приоритетных показателей в предыдущем проекта. Другой, не менее важный показатель, это вовлеченность пользователя в инвизацию. Доходы от подписчиков, правила на рынке, на рынке это больше, чем доходы от рекламы. Чтобы проиллюстрировать сказанное, то есть качественные показатели, более важные показатели сегодня, больше качественные, приведу анализ каких-то IT-сервисов. На первой таблице были названы силовые мультипликаторы и мультипликаторы, связавшие отрасли, это форма компаний по отношению к политическому пользователю, по отношению к компаниям современности. Ниже на этой таблице приведен анализ корреляций между маркетинговыми компаниями и какими-то прочими факторами, прочими факторами. В любом случае, наибольшая корреляция сегодня складывается именно специальным пользователям. наибольшая корреляция сегодня складывается. Я скажу, в отличие... Мы дико извиняемся на самом деле, но, к сожалению, не удается по какой-то причине нам решить техническую сложность с передачей именно аудиосигнала, поскольку видео идет отлично, а звук, к сожалению, очень сильно плывет. Поэтому мы приносим свои глубочайшие извинения. Благодарны вам на самом деле за презентацию, но боюсь, что нам придется приостановить, поскольку аудитория просто не услышит. Я буду признать, если вы пролистаете, как слайды и ответите, выводы и рекомендации, как мы предлагаем... Я всегда говорю, высокие технологии высокими технологиями, но личное общение никто не заменит никогда, поэтому лучше приезжать и глаза в глаза вести презентацию. Коллеги, переходим к следующему выступлению на тему новой направлении развития IT-технологий, в частности, интернет-вещей и носимых компьютеров. Операционный директор Intel в России и странах Скандинавии Дарья Борисовна Кирьянова. Дарья Борисовна, вам слово. Спасибо. Кто-нибудь знает, что такое интернет-вещей? Поднимите руки. А носимые оборудования? Один, два, три, четыре, четыре человека. Давайте слайд тогда два, давайте просто по-человечески поговорим. А IT-индустрия меняется, это понятно, да? Есть вот седьмой раз проходит в Нижнем Новгороде IT-форум. Каждый год организаторы пытаются сюда принести и привести тех, кто может показать что-то новое. Но даже то, что на картинке, онлайн-шоппинг или управление собственными финансами, скажем, аккаунт в Сибербанке, это уже не новые технологии, это уже есть, это уже существует. Давайте поговорим о том, что будет дальше. Следующий слайд. Что дальше? Вот то, о чем я вас спросила. Носимое оборудование, вайлблс по-английски, на самом деле не очень удачный перевод, так же, как и интернет-вещей. Когда говоришь интернет-вещей, сразу всплывает онлайн-магазин, где можно купить туфли. На самом деле нет, все не об этом. Вот носимые устройства, это не часы, это, хотя это и часы тоже. Это может быть что-то новое. Вот как вы думаете, это будущее или это уже настоящее? Настоящее. Правильный ответ. Следующий слайд. Так вот, может быть, нет, мы сейчас говорим о девайсах, да, то есть от маленьких каких-то гаджетов, которые вы с собой носите. Это может быть носимое оборудование на руке, это может быть Google Glass, это может быть какие-то штуки, которые крепятся на голове, и вы через них видите, что-то слышите, и вами кто-то управляет, или вы кем-то управляете. Так вот, следующее поколение это вещи, то есть Internet of Things, на самом деле это не интернет вещей, это вещи, которые взаимодействуют, они связаны друг с другом, поэтому рождаются новые понятия, такие как новые дома, новые города, новые заводы. И я думаю, что вот на сегодняшний день это новое, потому что все девайсы, которые можно было придумать, ну, это уже есть. А это не новое, это настоящее. Следующий слайд. Чтобы эти все устройства между собой взаимодействовали, понятно, что это должен кто-то делать. Это делают большие машины. Вы, наверное, слышали о технологиях облачных. Все говорят про облачные технологии, но никто где-то видел на презентации, это как, я надеюсь, цензуры. Нет? Это как секс. Все об этом говорят, но никто не знает, что это. Я в смысле секс? Нет. Секс для детей. Да? Все говорят, но никто не знает, что это. Нет, раз для детей. Да. Так вот, облачные технология – это то, о чем все говорят, но при этом никто не может объяснить, зачем и почему это нынче популярно. Так вот, каждые 60 секунд подключается новое оборудование к сети. Новый телефон, новый смартфон, новая таблетка. Для того, чтобы осуществлять это соединение, безусловно, нужны дата-центры. Дата-центры — это большие машины, которые обрабатывают данные. Но для того, чтобы их обрабатывать, безусловно, нужен сервис, который будет это делать. Так вот, этот сервис с большими машинами — это то облако, где все анализируется, и вы можете этим либо просто пользоваться как хранилищем, либо пользоваться как некой системой, которая обрабатывает эти данные. То есть это некая инфраструктурная вещь, чтобы понимать, что вы надели часы, подключились к Wi-Fi, и это еще не все. Еще за ней много чего стоит. Следующий слайд. Так вот, есть три направления, на мой взгляд. Три направления основных, на которые очень сильно повлияет Internet of Things. То есть это взаимосвязь вещей, которые подключены к сети. Интернет вещей мне не нравится. На самом деле введено новое понятие не Internet of Things, а Internet of Everything. Это означает, что каждая вещь, которая у вас есть, будь то ваш пиджак, ручка, телефон, бейджик, ключ от дома, оно все имеет выход в интернет. И это означает, что оно может быть потенциально подключено друг к другу, и оно взаимодействует между собой. Поэтому Internet of Everything – это планета. Интернет-планета, умная планета, которая взаимодействует между собой, генерирует какие-то, возможно, новые продукты, какие-то новые вещи, которые тоже, в свою очередь, подсоединены к этой системе. Так вот, три направления. Дом. На самом деле ничего интересного здесь нет. Вот мой друг в Штатах купил себе умный холодильник, который кто-то хакнул, то есть вскрыл его, и теперь этот холодильник спамит всех вокруг о том, что надо купить. Более того, он знает, какие преференции, ну, то есть какие любимые продукты у всей его семьи. И теперь предлагается всем вокруг, кто есть в контактах у этого человека, покупать в качестве подарков йогурты, огуша или еще что-то. В общем, хакнутый холодильник – это не будущее, это настоящее, оно уже существует. Дом. Офис. Дом, поговорили, офис. Умный офис. На самом деле далеко ходить не надо. Можно приехать, например, на площадь Синуев, дом по улице Тургенева номер 30, это бывший завод Петровского, где находится офис корпорации Intel. С виду не очень презентабельное здание, но при этом, когда вы заходите внутрь, вы, ну, собственно говоря, начинаете пользоваться этим умным офисом, потому что, заходя в комнату, датчики вас распознают, включается свет, включается кондиционер, подключается видеоконференция и идет отсыл в календарь ваш в Outlook. И если у вас в данный момент в этой конференц-комнате с видеозаписью должна быть какая-то встреча, то эта встреча, собственно говоря, активируется, и вы видите изображение человека, который должен быть в какой-то конференц-комнате на другом конце земли в данный момент. И вы начинаете разговор. Вот это называется умный офис. Это тоже настоящее, оно здесь. Вопрос, как здорово было бы, если бы мы могли этот умный офис подключить к умной улице, например, улице Тургенева, а потом к умному городу под названием Нижний Новгород. Но это будущее. И третье – это здоровье. Что значит здоровье? Понятно, что в больницах, поликлиниках есть оборудование, которое может проанализировать какие-то данные. Ну, скажем, вы сдали кровь или еще что-то сдали, получили какой-то результат, есть норма, есть поклонение от нормы, компьютер выдает красненьким то, что не в норме, и, собственно говоря, врач вам говорит, вот что в связи с этим надо делать. А когда не так? Когда на вас есть какое-то оборудование, которое считывает ваши данные. Ну, скажем, пульс берет время от времени вашу кровь, дабы это сейчас просто сделать, делает анализ и выдает превентивные рекомендации, то есть действует проактивно, говорит вам потенциально возможный диагноз, и вы начинаете лечение, ну, или какие-то меры предпринимаете для того, чтобы не заболеть. И встает вопрос, а зачем нам тогда врачи? Ну, наверное, не надо. Если мы превентивно знаем свой потенциальный диагноз, пытаемся от него избавиться путем там спортивной нагрузки и еще чего-то, то мы становимся здоровее. Тут на форуме встретила женщину, которая пришла обучаться компьютерной грамотности. И вот она рассказывает, что компьютерной грамотности она обучается только потому, что в течение последних трех лет не имела доступ к компьютеру, потому что у нее плохо со здоровьем. И вот мы начали об этом говорить, и она сказала, что все наши технологии только рушат здоровье. Так вот, я с ней не согласилась и готова поделиться своим мнением. Мне кажется, что технологии дадут возможность людям вообще не болеть. Так вот, это третье направление, куда стоит, наверное, смотреть людям, которые хотят организовать стартап в IT, то это некие приложения, платформы, сервисные службы, которые позволяют анализировать, собирать данные и, собственно говоря, выдавать какие-то рекомендации в будущем. Три направления. Следующий слайд. К сожалению, очень мелко, значит, хотела показать по данным бизнес интеллигенс, как мы движемся с точки зрения интернет вещей и подключенных девайсов, ну или гаджетов, или телевизоров, и смартфонов, или машин, которые тоже нынче подключены к интернету. Так вот, голубенькое – это интернет of sins, это то, что… А слева столбец – это количество подключенных устройств. Да, спасибо. Так вот, растет прогноз этот на 2018 год. То есть там, где стрелка красным, мы там, да, вот сейчас находимся. Значит, это исследование глобальное, опрашивались респонденты, их количество больше миллиона человек, и это глобально, не по, там, Соединенным Штатам, не по Европе. В России, кстати, тоже участвовали люди, поэтому можно сказать, что эта картинка глобальная. Следующий слайд. В чем недостатки интернета вещей? Я бы сказала, интернет of everything. Как вы думаете, в чем недостатки? Врачей придется уволить. Да, вы правы. Смотрите, значит, на первом месте это безопасность данных. Если вы открываете свои данные для системы, которая там, эти данные собирает, анализирует, генерирует какие-то отчеты или рекомендации, если говорить о здоровье, то безопасность стоит на первом месте как некая проблема, которую во время того, как делаются разработки в этом направлении, безусловно, надо ввести в параллель разработки по безопасности данных. И сегодня с утра, я так понимаю, был здесь круглый стол, на котором эта проблема поднималась. Она актуальна, действительно, это на первом месте. На втором месте это неспособность данных адаптироваться под системные изменения. Ну, скажем, у нас есть экосистема, у нас есть законодательство, которое меняется каждый день. У нас Дума сидит и генерирует законы, которые, ну, меняются с завидной регулярностью, а может быть не с завидной регулярностью, но с регулярностью. Поэтому собирать данные надо не просто собирать, но адаптировать их под некие системные изменения. И это тоже большая проблема, потому что мы не хотим быть как менеджеры, у которых очень много данных, но они не знают, что с ними делать. Просто собирать данные бесполезно, надо делать какие-то выводы. Третье – это конкуренция. Иногда в условиях жесточайшей конкуренции мы забываем про цель наших исследований, потому что на первое место становится зарабатывание денег и вывод на рынок. Ну и последнее – это потери рабочих мест. То, о чем сказал мой коллега, когда все автоматизировано, когда есть аналитика, когда вы делаете какие-то вещи, которые раньше делались людьми, то, безусловно, возникает проблема утраты рабочих мест, так как автоматизация – это явный, наверное, канал, который ведет именно к этому. Поэтому, безусловно, это тоже некая трудность, которая стоит на этом пути. Следующий слайд. Ну и немножко рекламы. Почему говорим о Wildables? Почему говорим про Internet of Things? Компания Intel анонсировала в начале этого года о выходе нового микропроцессора, который называется Quark. Он в пять раз меньше, чем последний наш процессор Haswell. Он более энергоемкий, и он очень тепло… Как это сказать? Ну, не выделяет, только тепла. Поэтому мы его собираемся использовать для устройств, собственно говоря, Wildables. и Edison – это карта с этим чипсетом, которую, собственно говоря, можно вставить вообще в любой девайс, что увеличит и производительность, ну и увеличит количество мозгов у этого девайса. Ну и это вещи, которые уже были анонсированы. Это не просто гарнитура, это не Google Glass, это устройство, которое позволяет управлять. То есть оно тебя слышит, и ты его слышишь. То есть ты с помощью речи можешь управлять оборудованием, которое по Wi-Fi подключено вот к этому маленькому девайсу. То есть либо компьютером, либо телефоном, либо IVI – это в машине устройство, которое позволяет определить твое местонахождение и получить инструкции по тому, куда ехать. Ну и, в общем, к любому устройству, которое возможно, включая и телевизор. А еще это устройство увеличивает звук, что удобно для пожилых людей или для плохо слышащих людей, которые адаптируют звук под нужды того человека, который это устройство на себя надел. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, хотел на самом деле добавить еще, что в рамках конкурса, о котором говорил Денис Иванович в своем слове, есть номинация специальная, учрежденная как раз-таки корпорацией Intel и посвященная как раз-таки носимым компьютерам. Обращаю внимание, поэтому, если у кого есть интерес к этому, всех призываю поучаствовать в конкурсе и получить ценные призы от компании, от корпорации Intel. И мы на самом деле сейчас… Коллеги, кстати, если есть у кого-то вопросы, может быть, мы сразу ответим, пока у нас тестируется подключение со следующим участником в развитии выступлений. Нет, да? Хорошо, тогда мы на самом деле подключаемся к нашим коллегам из Италии, из региона Южный Тироль, руководитель бизнес-инкубатора инновационного парка ТИС Петра Гратель у нас сейчас будет на связи. Здравствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому несколько лет назад было принято решение, что регион Альтуадиджи является одним из самых инновационных регионов и поэтому был создан этот бизнес-инкубатор TIS Инновационный парк TIS работает в секторе возобновляющих источников энергии также в сфере работы с продуктами и охраны здоровья и также горные технологии также мы имеем различные другие центры в которых мы работаем особенно это бизнес-инкубатор центры для свободных программных обеспечения и свободных технологий и центры для разработки новых продуктов и моделирования сейчас хотелось бы рассказать вам вкратце о нашем бизнес-инкубаторе наш бизнес-инкубатор был создан в 1998 году и за последние 15 лет мы оказались поддержку 106 фирмам из этих предприятий сейчас существует и активно работает 88,7% поэтому деятельность нашего инкубатора можно оценивать как очень позитивную поскольку процент выживаемости предприятий очень высоко в 2013 году эти фирмы имели оборот почти 49 миллионов евро и занимают около 380 человек 34 из них 34% из этого обороты были получены за границей все фирмы уже успели за это время получить 24 пациента нашу цель прежде всего это оказывать содействие начинающему бизнесу и превращать это в полноценные предприятия наши задачи прежде всего это дать стимул к росту как можно быстрее все эти услуги мы оказываем на основе стратегии которые мы сами разработали первый этап это прежде всего этап ориентации потом идет этап предварительной инкубации предварительного содействия и собственно этап содействия инкубации на первом этапе мы предлагаем бесплатные консультации бесплатные собеседования в процессе которых мы предоставляем всю необходимую информацию начинающим предпринимателям и предоставляем информацию об услугах которые мы можем им дать на втором этапе прежде инкубации предварительного содействия мы помогаем превратить идею в собственно бизнес план этой услуге мы оказываем прежде всего помощь в разработке продукта предварительного моделирования или же помощи в поиске партнеров И также мы можем оказать полное содействие в развитии непосредственно бизнес-плана для того, чтобы родилось новые предприятия. Как только мы заканчиваем выполнять все то, что намечено на первых двух этапах, мы решаем может ли наш бизнес-инкубатер оказывать дальнейшие содействия на этапе непосредственной инкубации. И данные выводы делаются на основании критериев которые более-менее одинаковые для всех бизнес-инкубатеров. Как только мы заканчиваем оценку по этим критериям, начинаем непосредственное сотрудничество. У нас есть персональные услуги для каждой фирмы. Эти услуги варьируются от стратегического содействия до непосредственной кооперации и сотрудничества. Что означает, что мы получаем помощь непосредственно в поиске партнеров, или же новые предприятия включаются в сети непосредственных контактов нашего инкубатера. У нас есть, мы можем оказать услуги, коммуникации. Потому что из нашего опыта вначале это самое сложное для всех начинающих предпринимателей. У нас есть также, мы можем оказать финансовые услуги. То есть мы можем оказать как финансовые консультации, так и непосредственно финансовые сопровождения фирмы, или же исследовать рынок на предмет необходимости этого продукта на рынке. Еще одна важная фаза, еще один важный этап, это развитие непосредственно продукта. Мы занимаемся содействием в развитии продукта, как продуктов IT, так и продуктов непосредственно физических. Мы предлагаем обучение по непосредственно важным аргументам, или же консультации. И также, естественно, мы можем предложить необходимые пространства, необходимые помещения, все то, что нужно для нормального функционирования предприятия. С моей стороны, это, наверное, все. Если у вас есть вопросы, можете задавать смело. Уважаемые господа, вы уже есть вопросы, которые вы можете задавать смело. Уважаемые господа, госпожа Петра, спасибо за прекрасную презентацию. Спасибо вам. И особенный привет от нашего президента, от нашего инкубататора. Спасибо, ему тоже от меня привет. Спасибо, до свидания. Подождите, погодите, погодите. Погодите, погодите. У нас, пожалуйста. фаворы и все таки вы бы видели какими первые шаги все таки я думаю так чтобы задавать вопрос надо поднять руку чтобы подошли представиться так вот вопрос заключается какими бы видели все таки первые шаги для представления проектов российских предпринимателей в бизнес инкубаторе южного тироля и наоборот проекты бизнес инкубатор южного тироля в нижегородском инновационном бизнес инкубаторе клево у на доманда че при пасти possiamo fare per presentare i progetti degli imprenditori russи presso il vostro incubatore e una è un'altra domanda come è possibile presentare i vostri progetti i progetti del vostro incubatore qua in russia проекты стартап проекты стартап а для нас это совершенно не сложно представить ваши проекты важно чтобы ваши проекты продолжали работать именно в нашем регионе мы инкубатор местного значения то что мы можем предложить еще раз это сотрудничество как непосредственно с нами так и предложить возможность для сотрудничества между предприятиями в италии но прежде всего нужно помнить что мы занимаемся проектами стартап предложение на самом деле дальше продолжить нашу коммуникацию и проработать вопрос разработки программы трансферы технологий и обмен опытом между нашими двумя инкубаторами è possibile continuare la nostra comunicazione e svolgere la nostra collaborazione nel settore dello scambiamento delle tecnologie tra i nostri paesi да это возможно спасибо тогда мы продолжим нашу работу и еще в грязи вопрос был грязи а арб Д PRO1 арбит процент рабочая марш арбит 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 которые являются относительно независимым регионом, нам помогает. Будущие предприниматели платят нам за наши услуги, но платят очень мало. Наши зарплаты непосредственно нам выплачиваются государственными органами. Наши зарплаты непосредственно нам выплачиваются государственными органами. С корпоративными клиентами компании МТС в макрорегионе по Волжи Максим Олегович Тройнов. А я, уважаемые друзья, от вас отпрашиваюсь на следующее совещание. Желаю успешной работы. Я считаю, что даже два года назад невозможно было представить, что бизнес-инкубатор Южного Тироля общается с начинающими предпринимателями Нижегородской области, готов поделиться опытом, готов порассмотреть проекты. Я считаю, что это та самая интеграция в мировые процессы, о которой мы много говорим. Ну вот, наконец-то и видим. Спасибо. Дамы и господа, добрый день. Я, наверное, если можно, я в этот микрофон. Раз, раз. Меня действительно зовут Райнов Максим. Я представляю компанию «Мобильные телесистемы». Сегодня покажу вам небольшую презентацию. Можно, пожалуйста, второй слайд? Что такое МТС сегодня? МТС – это конвергентный оператор, один из крупнейших операторов России и один из, безусловно, лидеров рынка. У нас более 100 миллионов абонентов голосовой связи, более 3 миллионов абонентов кабельного телевидения и более 2 миллионов абонентов ШПД – широкополосного доступа, фиксированного интернета. Что касается бренда МТС в целом, то мы еще и банк. МТС – это крупнейшая розничная сеть. У нас более 4 тысяч собственных салонов по территории Российской Федерации. Собственные брендированные продукты, линейка смартфонов, линейка планшетов, роутеры, модемы, навигационные сервисы и так далее. С 2000 года мы торгуемся на Нью-Йоркской фондовой бирже. И уже на протяжении 6 лет входим в топ-100 брендов самых дорогих по миру. Я думаю, что при таких показателях, при таком объеме финансов, инвестиций, компания не может не пользоваться инновационными сервисами. Следующий слайд, пожалуйста. В компании нашей поддерживается внутренняя экосистема, так называемая инновационная. Мы пользуемся не только идеями собственных сотрудников, не только штатным персоналом. Мы привлекаем активно как студентов, так и другие компании. У нас есть один из наиболее тесных партнеров – это компания Vodafone. Это тоже крупнейший международный оператор связи. Это поддержка студентов, это поддержка таких же бизнес-инкубаторов. То есть компания очень активно участвует в процессе внедрения инновационных сервисов и инновационных решений. Как вы, наверное, догадались, если прислали выступать меня как представителя сегмента B2B, то и сегмент рынка, в котором эти инновации наиболее востребованы – это именно бизнес-сегмент. Бизнес-сегмент действительно очень мобильная такая субстанция. То есть клиенты, они не стоят на месте ни секунды и постоянно спрашивают сервисы, пользуются сервисами, активно внедряют решения. То же самое Дарья Борисовна говорила про облачные технологии. То есть первым клиентом облака было юридическое лицо, не физик. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Скорая помощь. Почему скорая помощь? Потому что у нас уже в России существуют мобильные кардиографы. Скорая помощь приехала к больному, сняла показания КГ, отправила это показание в больницу, и там уже, скажем, компетентные сотрудники, дежурный врач или консилиум какой-то, они принимают уже решение, тем самым позволяя спасти жизнь человеку. Здесь много на самом деле изображений, вы видите там освещение улицы, нарисована грузовая машина, снековый аппарат, навигационные сервисы. Что все эти сервисы объединяет? То, что МТС предоставляет для всего этого транспорт, то есть передачу данных как таковую. Далеко не все устройства, которые используются и которые позиционируются нами, как инновационные сервисы, изобретены в компании МТС. Даже большая часть изобретена сторонними провайдерами. Мы обеспечиваем как их поддержку в плане реализации, так и, собственно говоря, транспорт для обмена данными. Пожалуйста, следующий слайд. Какие причины, скажем, возникновения необходимости в использовании инноваций? Ну, первое, наверное, это все же удовлетворение каких-то потребностей, которые лежат на поверхности. Потребности в безопасности, потребности в спокойствии. Применяется компаниями очень много различных сервисов дополнительных, которые основаны на базе передачи данных. Самое популярное, наверное, это контроль за передвижением сотрудников и транспорта. Это одно из наиболее наглядных конкурентных преимуществ, которое позволяет значительные средства экономить. У нас очень много примеров, когда компании, особенно крупные логистические, транспортные, внедряя использование навигационных сервисов и отслеживая передвижение собственного автопарка, получали экономию в десятки раз превосходящую затраты на установку необходимого для навигации оборудования. Что значит сервис от МТС? Это, безусловно, всегда одни из самых новейших разработок. Это гарантия качества работы и гарантия защищенности передаваемых данных, потому что все данные идут не через открытые сети интернет, а по каналам BPN. Пожалуйста, следующий слайд. Что такое МТМ? Аббревиатура МТМ, Machine to Machine, появилась не так давно, и она обозначает передачу данных между двумя устройствами, чаще всего без использования человека. Сейчас все больше и больше устройств, которые относятся к категории МТМ, и количество этих устройств постоянно растет. Соответственно, уже каждый человек, наверняка, хоть осмысленно, хоть не осмысленно, этими устройствами МТМ воспользовался. Например, это какая-нибудь автоматическая, вероятно, автомобильная сигнализация с GSM-модулем. То есть, когда у вас смартфон общается с автомашиной и постоянно получает какие-то данные от нее. Это бесконтактная, допустим, оплата тех или иных услуг. Это платежи какие-либо разные, да, то есть осуществляющиеся при помощи сим-карты. Можно следующий слайд? На графике здесь очень все мелко, поэтому я, конечно, не буду каждый пункт рассказывать. Хочу сказать, что на текущий момент в МТС более 2 миллионов сим-карт установлено именно в оборудовании для передачи данных между устройствами без использования человеческого фактора. Самое популярное, наверняка, это приборы учета, счетчики различных, датчики. Это использование для навигационных, опять же, сервисов. И приборы для осуществления безопасности, то есть сигнализации. Пожалуйста, следующий слайд. Популярные, здесь указано на самом деле то, о чем я говорил, то есть это наиболее популярные применения для использования МТУМ, мониторинг транспорта, платежные системы, системы безопасности, дистанционное управление объектами. Наиболее, наверное, востребованным сейчас именно на рынке МТС сим-карт, это мониторинг транспорта, это обеспечение безопасности, и обеспечение ЖКХ. То есть мы очень плотно сотрудничаем со всеми перечисленными, скажем, сегментами рынка. То есть у нас и в ЖКХ очень большая доля сим-карт, которая занимается передачей данных, что действительно позволило за последние годы оптимизировать процесс учета. Также очень популярная сейчас услуга мониторинг транспорта и подвижных объектов. И обеспечение безопасности. У нас все самые крупные агентства, частные охраны, они также с нами взаимодействуют именно по передаче данных по обеспечению охраны. Пожалуйста, следующий слайд. Что такое передача данных сейчас? Коллеги до меня рассказывали о том, что будут различные новые девайсы, новые устройства для использования услуг различных, но они ничего не представляют без связи, без передачи данных. Например, сим-карта M2M, о которой здесь идет речь, она была изобретена не так давно, и причиной для ее выпуска послужило просто неоднократное обращение от клиентов о том, что сим-карты не выдерживают нагрузок. То есть сим-карту, наверное, все видели и представляют, как она выглядит. А термосим-карта сделана по тому же принципу абсолютно, но для ее использования, для ее изготовления, вернее, были применены другие материалы. Там другая контактная группа, другой вид пластика. Она гарантированно работает от минус 40 до плюс 105 градусов. К сожалению, сегодня не тот формат мероприятия. Обычно, когда мы говорим об этих сим-картах, я приношу с собой сим-карту, замороженную в кубик льда, и растапливаю ее кипятком. После этого вставляем ее в телефон, она работает. Сим-карту использовали первый раз для автомобильной сигнализации. В суровых условиях России, климатических, когда зимой в машине температура колеблется в районе радиатора отопления печного от минус действительно 40 до плюс 100 градусов практически, сим-карта устойчиво работает. Оборудование чаще выходит из строя, чем, соответственно, сим-карта. Удобный сервис, соответственно, диктует требования для его использования, поэтому сим-карта – это один из немногих примеров применения инноваций. Мы говорили про то, что у нас вскором появится умный дом, а, например, сейчас уже достаточно длительный период, там, розничные сети у нас продаются, так называемые умные розетки. Это розетка, которую я себе первый раз сам действительно купил. Отправляйте смс-ку, розетка выключает утюг, который вы забыли выключить. Отправляйте другую смс-ку, она его включает, если у вас там дома кто-то из родственников, который не может с ней справиться вручную. Очень удобная такая технология, и действительно, называя это паранойей, я сам неоднократно пользовался, то есть я отправлял смс-ку для того, чтобы выключить тот или иной девайс, который у меня там в нее включен. Удобный сервис, то есть в нее там включается распределенная система различных там электроэнергопотребителей, их можно все разом обесточить. Следующий слайд, пожалуйста. Тренд 2004 года – это технология NFC. Если перед мероприятием вы были в коридоре, видели, наверное, кофемашину, которая там стоит, кофейный аппарат, это явный пример работоспособности этой технологии. NFC – это широкие возможности для использования смартфона, в частности, смартфона, либо другого миниатюрного устройства. NFC – технология, которая первоначально разрабатывалась как технология бесконтактной оплаты. Плюс в процессе изобретения уже к бесконтактной оплате добавились контроль доступа, программа лояльности и транспорт. Объясню, в чем суть. Имея в своем кошельке, например, более 30 дисконтактных карт различных магазинов, я вынужден чаще всего таскать их с собой или в машине. И, идя в магазин, я вынужден или эту пачку брать, или, соответственно, выбирать ту или иную. Технология NFC позволила бы закрепить за одним чипом, который крайне миниатюрный, влезает под корпус телефона, все эти 30, 100, 1000 дисконтных карт и обеспечить вас всеми скидками, всеми пакетами необходимыми просто в вашем мобильном телефоне. Бесконтактная оплата, то есть связка между этим же чипом и вашей сим-картой, между вашим чипом и вашей банковской картой для того, чтобы оплачивать покупки со счета мобильного телефона, со счета банковской карты, оплачивать проезд в транспорте. То есть применение очень широкое. С октября прошлого года данная система запущена совместно с компанией Look Oil на территории Татарстана. То есть на автозаправочных станциях Look Oil в Татарстане есть возможность оплачивать с помощью бесконтактной оплаты топлива. Следующий слайд, пожалуйста. Облачные решения, о которых уже было упомянуто, это на самом деле очень страшное слово. Когда мы приходим к клиентам и предлагаем какие-то облачные сервисы, нам чаще всего говорят, что это дорого и не нужно. Чаще всего это говорят люди, которые уже пользуются какой-нибудь облачной ОТС и не понимают просто, что это действительно значительно дешевле и значительно менее громоздкий сервис, чем основанный на железе. Здесь указаны два маленьких облачка. Вот это телеком решение 8800 автосекретарь. Это фактически колл-центры, построенные в облаке. Решение, которое мы предлагаем для наших клиентов. Если раньше требовалось для организации колл-центра минимум ОТС, сейчас ничего не требуется. Можно организовать колл-центр, имея один сотовый телефон, принимать звонки, распределять их, не имея абсолютно никакого оборудования, раздав, грубо говоря, нескольким сотрудникам просто сотовые телефоны, организовать из них колл-центр. Программное обеспечение для бизнеса легкий офис. Знает кто-нибудь, сколько стоит лицензия на офис Microsoft? Что? Да, у нас в два с половиной раза дешевле. То есть покупка облачной лицензии, она значительно экономит средства с точки зрения того, что вы уже не покупаете то количество лицензии, которые обеспечат всех ваших сотрудников, вы покупаете просто удаленный доступ и используете то количество лицензии, которое вам необходимо именно в этот момент времени. Что дальше будет участвовать в облаке, действительно решать нашим клиентам, нашим потребителям. То есть спрос рождает предложение, поэтому эти ресурсы абсолютно не ограничены. Дальше, пожалуйста. Как уже говорил потребители, абсолютно все наши клиенты, рано или поздно они к этому приходят. Сейчас на территории России из клиентов МТС, юридических лиц, каждый второй потребляет тот или иной инновационный сервис. Будь то облачное решение, или будь то какая-то технология передачи данных, связанная с МТУМ и так далее. И это число прям растет изо дня в день. Пожалуйста, дальше. Как уже говорил, МТС поддерживает инновации и реализовано у нас уже более 300 проектов. Подробно обо всех этих проектах, о том, какими могут быть поддержка, какая идея требуется для того, чтобы МТС поддержал, какое решение. Можно ознакомиться на сайте специально, который разработан под инновационные сервисы. Это сайт telecom.idea.ru. Последний слайд там, по-моему, остался. Вместе с Telecom.idea и при поддержке МТС, при поддержке ФК-системы, соответственно, уже реализовано множество проектов, и не только Telecom. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Будем всем помогать. Все, спасибо за внимание. Максим, спасибо вам большое за презентацию и выступление увлекательное. Сейчас у нас по программе очередное подключение. У меня уточняющий вопрос. Мы с Республикой Беларусью соединяемся или... Только что Казахстан я видел. А спикер тот же у нас? Как-то да. Тазиана? Женя, сядь, пожалуйста. Добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Диаз, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Хорошо вас видим. Давайте проверим на всякий случай связь звуковую именно, аудио. Будьте добры, что-то скажите для тестирования. Раз, два, четыре, пять. Хорошо слышно меня? Давайте попробуем, потому что есть опасения, чтобы звук не поплыл. Но попробуем. Давайте начнем, Диаз. Очень интересно нам послушать о вашем опыте развития стартапов в рамках технопарка Алатау. Знаю, что некоторые из резидентов бизнес-инкубатора Нижегородского также посещали его. И с увлечением до сих пор продолжают делиться впечатлением от увиденного на самом деле. Исключительно положительные эмоции, море креатива и позитива. Поэтому, надеюсь, вы нас им тоже зарядите. И он нам передастся хоть и по видеоконференц-связи, но тем не менее. Спасибо большое за эту признательность. Если можно, я просто не вижу, там включили мою презентацию или нет? Да, презентация включена. Вам единственное, нужно будет говорить, когда слайды следующие переключать. Я извиняюсь, там несколько слайдов, которые надо быстро переключать. Хорошо, хорошо. Как скажете? Там 24 слайда примерно. Ну, в общем, добрый вечер, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Диас Мутаков. Я сейчас нахожусь в Монтее, в Республике Казахстан. Я с главным менеджером технологическому бизнес-оккубированию Технопарка Алатау. Это компания по управлению специальной экономической зоной парк инновационных технологий. То есть, специальная экономическая зона парк инновационной технологии это место концентрации инновационных, 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 производственных ресурсов для развития высокочередневного бизнеса. Сегодня парк инновационной технологии – это территория в 163 гектарах. Построена современная инфраструктура. Здесь применяют особые налоговые и таможенные льготы. Высокотехнологичное производство. Около 20-25 производственных компаний осуществляет деятельность на территории парк инновационной технологии. Также мы сдаем в аренду офисные помещения и производственные модули. На сегодняшний день зарегистрировано более чем 150 компаний-участников. СЭС-ПИД – это те компании, которые получают налоговые и таможенные льготы в рамках СЭС. Технопарк Алатау основан на 2005 году как управляющая сервисная компания специальной экономической зоны парк инновационной технологии. Является со стопроцентным долевым участием национального агентства по технологическому развитию. Это институт развития такой национальной. Основная деятельность является содействие развитию инноваций. В том числе создание современной инфраструктуры на территории СЭС в городе Алматы. А также реализация агентства собственной поддержки. Миссией технопарка является содействие развитию и реализации инновационной политики нашей страны. На слайде номер 12 указаны задачи технопарка Алатау и направления. Первое из них – это обеспечение бесперебойного планирования в помощь всего имущественного комплекса, зданий, сооружений. Второе – это привлечение инновационных проектов, политических и зарубежных инвестиций, взаимное сотрудничество в развитии инновационных проектов, технологических предприятий. Третье – это организация проведения различных исследований, создавления услуг, как истинговые, могут быть, гейтинговые, юридические, бухгалтерские. А также, вот буквально недавно, четвертое направление у нас появилось – это реализация мер государственной поддержки реального инновационного развития в Республике Казахстан. Может быть, в 2010 году принята государственная программа к реализации инвестиционного инновационного развития страны. И в рамках этой программы мы используем четвертое направление в будущем деятельности. Слайд номер 12. СЭС-ПИД – площадка для развития на территории Казахстана в Республике Казахстан. Повторюсь, создана в Республике Казахстан. – Да, прошу прощения, у нас просто звук все-таки по какой-то причине немножко плывет и не все слова, которые вы произносите, к сожалению, мы отчетливо слышим. Давайте еще, поэтому мы решили попробовать переподключиться, попробуем продолжить сейчас. с ЭС-ПИД – парк инновационных технологий – это площадка для развития стартапов. Тут созданы все условия для инноваций. Остается каворкинг-центр в этом году. Предоставляем более чем на 100 человек для проведения различных семинаров и так далее. Запущен современный в котором неоднократно глава государства это президент Александр Алисович Назарбаев. А также мы предоставляем офисные помещения для стартаперов, для инноваторов. На слайде номер 14 видно есть таблица, которая показывает налоговые и таможенные преференции для компаний участников ПИД. в Казахстане существует ставка корпоративного налога подоходного налога простите 20% для компаний участников этот налог не облагается. Земельный налог, плата за земельные участки это все не облагается. НДС НДС для товаров полностью потребляемых при осуществлении деятельности на территории СС. То есть если одна компания резидент продает второй компании тоже резиденту какие-то запчасти либо компоненты для производства второй, то эта сделка не облагается налогом на добавочную стоимость. Хочу более подробно рассказать про технологическое бизнес-инкубирование это государственная программа для поддержки именно инноваторов стартапов. Она стартовала в технопарке Алатау в 2012 году. Сама программа подразумевает безвозмездное финансирование инновационных проектов, ведение проектов от опытного образца до этапа коммерциализации, до первых продаж. Администратором государственной программы является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Цель программы это внедрение инноваций посредством содействия развитию предпринимательской деятельности на их основе. Далее на слайде представлена схема реализации программы. Здесь администратором выходит Министерство индустрии, координатором инновационного агентства. Мы как технопарк являемся операторами и получателю услуг остается заявитель, то есть непосредственно сам инноватор. Для участия в программе ТБИ проект должен иметь направленность на производство продукции с определенными количественными и качественными параметрами. Иметь образец процесса, параметры подтвержденными в лабораторных условиях, то есть продукт должен пройти научно-исследовательскую стадию. Ну и соответственно соответствовать по планируемым в рамках оказания услуг ТБИ результатов. Далее на слайде номер 17 показаны услуги предоставляемые технопаркому Алатау в рамках оказания услуг ТБИ. То есть наши менеджеры полностью на себя берут 17 видов услуг. Это такие как бухгалтерский, юридический, проект менеджмент, экономическое сопровождение, общее администрирование, маркетинговое сопровождение и так далее. Результатами технологического бизнес-инкубирования проектов получателей услуг в рамках технологического бизнес-инкубирования является первое создание юридического лица. Это обязательное условие, потому что любой бизнес, любой проект все начинается именно с создания юридического лица. Бизнес-план по дальнейшей реализации проекта. Техническое документация на продукцию в рамках оказания услуг мы помогаем инноватору получить всю документацию необходимую для реализации данного проекта. Это может быть патент, может быть какие-то технические условия, либо сертификаты. Документы, подтверждающие результаты испытаний, необходимые параметры. Это то, что я о чем говорю. Необходимые документы на осуществление предпринимательской деятельности и реализация выпускаемой продукции. Существуют ограничения при планировании затрат по программе технологического бизнеса кубирования. Это не более 8 тысяч месячных расчетных показателей в год. В казахстанских тенге это будет 14 миллионов 808 тысяч. Я буквально сегодня перевел это где-то ориентировочно до 82 тысяч долларов США в год. Продолжительность оказания услуг это не более двух лет. То есть за два года возможно профинансировать до 164 тысяч долларов. На слайде 27 показана наша команда. это команда профессионалов в своем деле которые не один год уже работают в системе технопарков в системе финансирования стартапов. И на 28 слайде здесь указаны наши координаты в случае заинтересованности прошу вас записать наши номера контакты нашу почту email в случае чего можете обращаться. Диас спасибо большое вам за интересную презентацию ну и как мы ранее уже с вами проговаривали мы планируем продолжить коммуникацию с технопарком Малатау и предоставить как возможность компаниям и науционным компаниям выходить на российский рынок за счет партнерства с нашим бизнес инкубатором так и российским компаниям которые заинтересованы в выходе на рынок республики Казахстан также пользоваться услугами технопарка Алатау я думаю что мы в ближайшем будущем все таки вместе совместно сформулируем некую программу совместных действий и будем двигаться вперед дальше спасибо меня слышно да 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 слышно 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 ну и в завершении нашей с вами сегодняшней онлайн встречи я бы хотел сказать пару слов по дальнейшему взаимодействию для того чтобы достичь эти цели чтобы наши технопарки работали для наших инноваторов в рамках создаваемого таможенного союза Евразеса я считаю что необходимо создать какой-то казахстанско-российский или алматинско-нижегородский центр по транспорту технологий по развитию инноваций то есть чтобы наши инноваторы имели доступ к вашим технопаркам естественно российские инноваторы изобретатели имели доступ к нашим государственным программам а также частным каким-то фондам и нашим бизнес-ангелам спасибо большое полностью поддерживаю и подтверждаю готовность и глубокую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве я рад был поучаствовать в онлайн конференции большое спасибо спасибо тоже большое всего доброго возвращаем попытки подключить республику беларусь так видеосигнал звук мы слышим дальше Продолжение следует... 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 деятельности Республики Беларусь. В парке сейчас находятся 125 компаний, в них работают более 12 тысяч человек. Это самый большой IT-кластер в Центральной Восточной Европе, по оценкам не только нашим, но и зарубежным. В настоящий момент клиентами этого парка является, или заказчиком услуг этого парка является клиент из 55 стран. Вот одна из компаний, которая передана на это, в следующем слайде, если можно, это Эпам Систем. В настоящий момент это одна из крупнейших компаний, производителей заказного программного обеспечения. Эта компания, как я сказал, является резидентом парка высоких технологий. В 2012 году страз Айпо на Нью-Йоркской фондовой бирже, это очень важный показатель, подчеркивающий действительно серьезность и крупные масштабы деятельности этой фирмы. У нас занимает 59 место в списке ведущих технологических компаний. Эпам Систем в настоящий момент имеет свои представительства в более чем 12 странах мира. И история Эпам Систем – это история людей, которые работают у нас, которые являются разработчиками программного обеспечения. И сегодня эта компания имеет заказчиков по всему миру. Основные, кстати, заказчики парка высоких технологий – это американские компании. Следующая компания, которая на следующем слайде – это ЗАО «Билхарт». это группа компаний, современный подход к решению которых сложных задач в области IT-сферы – это как раз предметы деятельности этой компании. Эта компания точно так же объединяет 12 юридических лиц и является интегратором, одним из лидеров восточноевропейского рынка по производству программного обеспечения. Можно сказать, что она является ведущей в Белоруссии и входит в стройку членов Национальной ассоциации разработчиков информационных технологий, Национального инфобанка, о котором я немножко дальше скажу, и является резидентом парка высоких технологий. Компания успешно вышла на международный рынок с 1994 года и активно сейчас работает с представителями примерно более чем 100 компаний из Европы, Канады, США, России. Вот там внизу на слайде представлены основные заказчики этой компании. Здесь их и «Люд Паккарт» и другие компании со всего мира. На следующем слайде представлена научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Это очень интересная ассоциация, которая была создана, опять же, в соответствии с указом президента в 2001 году. Эта ассоциация как раз было ее основное назначение – это отражать интересы разработчиков программных продуктов в органах госуправления, в различных предприятиях и так далее. То есть интересы наших айтишников в экономике Республики Белоруссии. В настоящий момент эта ассоциация объединяет примерно 40 малых и 24 средних, 8 крупных предприятий, которые работают в этой сфере. Если говорить о масштабе этих предприятий, малые – это примерно 5-50 специалистов, в средние – это 50-250 специалистов, ну а крупные – это более 250 до 1000 работающих и более специалистов. То есть в настоящий момент эта ассоциация является очень таким важным игроком на рынке Белоруссии и отстаивает интересы айтишников как в органах власти, так и в экономике Республики, так и за рубежом. Эта компания, вернее, эта ассоциация в настоящий момент проводит и крупные, достаточно международного формата форумы, такие как по банковским информационным технологиям, банк айти, по международному форуму, по информационным технологиям в торговле и сфере услуг. Эта тоже компания проводит в Белоруссии форум, так называемый торг айти. Различные конференции, выставки в этом направлении – это тоже задача этой компании. А заказчиками, партнерами белорусских айти-компаний, вот на следующем слайде показаны, опять же, ведущие фирмы со всего мира. Это и Bosch, и IBM, и Philips, и Fuji, и так далее. Microsoft. То есть успехи здесь очень большие. Ну и на следующем слайде, и на следующих нескольких слайдах я расскажу о некоторых разработках наших ведущих компаний в айти-сфере, которые имеют прикладной характер. Ну, например, синтезатор речи Fonimophone 2000. Это первый русскоязычный синтезатор речи по тексту, который обеспечивает очень высокую разборчивость и естественно синтезируемую речи. Вот это одна из разработок, которые делаются нашими компаниями в айти-сфере. Если мы говорим о системе… Вот следующий слайд – это система обработки снимков земной поверхности. Ну, это распознавание объектов, это обработка этих результатов. Ну, в космических спутниковых аппаратах для того, чтобы исследовать и геологические различные, либо масштабные процессы, которые происходят в природе Земли и так далее, либо городских каких-то объектах, то, что необходимо для геологов, для метеослужб и так далее. Это очень важная работа, которая организована и с высокой степенью разрешения обработки видимых объектов внедрена у нас в Республике Беларусь, например, в топографических службах в числе и Министерство обороны, например, в сельском хозяйстве, в аэрокосмических снимках для нужд экономики Республики. Еще одна разработка, которая имеет прямое отношение и к нашему технопарку Беларусского национально-технического университета, это нейрокомпьютер с высоким уровнем инификации прикладных вычислений. Это инификация и поиск наиболее схожих образов по большим базам данных. По сути дела, это суперкомпьютер, который выполняет конкретную задачу, которая нужна либо для медицины, предположим, постановка медицинских диагнозов, либо в биологии для того, чтобы идентифицировать геномы, либо в промышленности, поиск каких-то точных газоанализаторов, химических исследований, поиск брака продукции и так далее. В научных исследованиях очень могут применяться такие вот нейрокомпьютеры, основанные на принципах, которые разработало наше предприятие, интеллектуальные процессоры. На следующем слайде вы видите еще одну разработку, которая ведется нашими компаниями, это многофакторная имитация модели поведения мегаполисов. Понятно, что это сложная система мегаполисов, и для того, чтобы повысить уровень научно-технического, предположим, обеспечения, тем же самым дорожным движением, перемещением, расположением объектов и так далее, это нужно моделировать и, естественно, анализировать, делать мониторинг. И вот эта многофакторная имитационная модель позволяет это делать. Вот кратенько о тех разработках, которые ведутся. А, еще на одном слайде, на следующем, пожалуйста. Это, например, робототехнические мобильные комплексы для решения задач в условиях, когда человек может рисковать своей жизнью. Вот, например, на базе нашего мини-трактора, в настоящий момент нашими компаниями, этот мини-трактор выпускается, опять же, в Беларуси и Сморгоне, нашими несколькими предприятиями разрабатываются и устанавливаются системы видеонаблюдения, навешивается технологическое оборудование, дальше система управления, и таким образом можно направить этот робот или разминировать, или бороться с пожаром, или еще в какую-то точку, где есть, предположим, химическое заражение и так далее. Вот, это тоже одна из разработок, которой причастен наш технопарк и его резидент, наши предприятия, интеллектуальные процессоры. А на следующем слайде приведено устройство, которое позволяет мониторить физическое состояние и местоположение пациента. У нас очень много пожилых людей, которых нужно постоянно мониторить на предмет возможного риска, предположим, инфаркта или сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Постоянно нужно проводить их анализ и дальше делать сообщение, какой-то пункт, который будет следить о том, когда нужно, если вдруг экстренная ситуация, помощь этому человеку в оказании ему медицинских каких-нибудь услуг. Ну и если мы говорим в целом о нашей республике, о том, насколько и как эта страна в настоящий момент может развивать эти технологии, то можно сослаться, предположим, на агентство Гартнер. На следующем слайде показано мы сегодня и завтра. Так вот, агентство Гартнер в 2012 году прононизировало более 30 стран и дало оценку, что Беларусь – это страна, которая обладает высококвалифицированной и высокорентабельной рабочей силой. Действительно, у нас очень высокая степень образованное население. Это, наверное, одно из стопогазств, которые есть в нашей республике. У нас нету залежей каких-то металлов, нету нефти, газа. Самый основной сырьевой ресурс – это образованный человек, его мозги. Поэтому мы это стараемся развивать и поддерживать в Республике Беларусь систему образования, систему организации научной работы. Ну и, естественно, чтобы это все приносило пользу практике. То есть инновационная деятельность, в том числе поддержка технопарков, бизнес-инкубаторов, стартапов и так далее. Особенно это, вы знаете, хорошо развивается в айтишной сфере. Если мы говорим о каких-то других показателях, то, например, наша страна вошла в число 20 стран мира, в которых рост пользователей сети интернет был наиболее динамичным. Число пользователей Республики Беларусь интернет на 100 жителей приблизилось к показателю развитых стран. Дальше, и то же самое Гартнер говорит, что следует выбрать Беларусь, особенно в том случае, если вы ищете восточноевропейскую страну широким выбором многонациональных и местных провайдеров Восточной Европы. Столица Беларусь и Минска – это центр поставщиков айти-услуг. Это вот их мнение. Ну, скажу так, что вот после того, как у нас вот это открылось, свободная экономическая зона в виде парка высоких технологий, это имеется в виду 2006 года, по-моему, так, у нас программное обеспечение, разработка и экспорт услуг в этой сфере возрос более чем в 2000 процентов. И в прошлом году составил примерно 270 миллионов долларов. И половина вот этого софта – это услуги, которые заказывают именно американские компании. Ну, и среди них, среди американских и других компаний всего мира – это и Coca-Cola, и Google, и такие компании, как Calgate, Siemens, Mercedes-Benz, Bosch и так далее. Ну, и на последнем слайде кратенькая информация о нашем научно-технологическом парке Белорусского национально-технического университета, который вот я возглавляю. Этот парк как раз направлен на решение именно практических задач. Это технологии в области литейного производства, металлургии, изготовления и проектирования медицинской техники. Это работы, направленные на разработку энергосберегающих технологий оборудования. Это оборудование для легкой промышленности. Это оборудование для обработки поверхностей и так далее. Оборудование для оборудования, упрочнение, наноструктурные материалы и так далее. Во всех этих технологических процессах СИАС активно вовлечены специалисты из этой сферы. Мы имеем свой факультет информационных технологий, где готовят специалистов именно отраслевого характера, то есть те, кто знают и ориентируются в технических аспектах. Мы специально читаем для них не только курсы, как разработать программное обеспечение, но и курсы специальные по предмету. Предположим, если это ориентация на энергетическое направление, то по энергетике. Если это ориентация в области машиностроения, то, естественно, готовим его и знакомим его с технологиями машиностроения и так далее. Ну, и очень хочется сказать о том, что наш технопарк поддерживает именно малый инновационный бизнес. Мы создаем в нашем университете малые инновационные компании. Представьте, возможно ли было создание малой инновационной компании, например, лет 20 назад, при университете. Практически невозможно. Компания, которая что-то производит. А сейчас, имея хорошие коммуникационные, информационные возможности, любой разработчик, если он разработал конструкторскую документацию, под нее через интернет, через средства коммуникации, которые сейчас есть, благодаря тем информационным технологиям, которые мы имеем, может найти себе по контрагентам, которые изготовят корпус деталей прибора, приборы деталей и так далее. Соберется это дело, а затем организует из себя сборку и выпустит прибор, который будет очень современный и нужный именно сейчас экономике промышленности, либо сельскому хозяйству, либо медицине. Вот кратенько все. Спасибо за внимание. Может быть, будут какие-то вопросы ко мне. Юрий Геннадьевич, спасибо Вам большое. На самом деле, Нижегородская область в некотором смысле очень похожа на Республику Беларусь с точки зрения отсутствия ресурсов в виде полезных ископаемых и так далее. Поэтому нам также приходится уповать на интеллект жителей нашего региона. И также единственный путь, который мы для себя видим, это развитие инновационных технологий. И мы на самом деле также схожи и в направлениях, которые развиваем, как и организация инфраструктуры поддержки предпринимательства. Вот у нас в зале есть уточняющий вопрос касательно наличия налоговых льгот, уточняющий больше, для субъектов малого предпринимательства, которые размещаются в технопарках и инкубаторах. Какого рода льгота, еще раз, если можно, не могли бы повторить? Ну, готов ответить на этот вопрос. Если мы говорим об айтишниках и парке высоких технологий, то Вы подробно можете познакомиться с их преференциями, зайдя на сайт park.by. Это достаточно простой адрес в интернете, Вы его запомните. И там есть преференции, все, которые даются структурам, которые занимаются в IT-сфере, которые являются резидентами этого технопарка. Хочется сказать, что парк высоких технологий, он носит не территориальный характер, а в нем может зарегистрироваться любое юридическое лицо, которое работает на территории Республики Беларусь. Второй вопрос, если касается вообще в целом поддержки малого инновационного бизнеса, предпринимателей. Естественно, что для них основной дом – это бизнес-инкубатор, научно-технологический парк, например, то есть субъект инновационной инфраструктуры. В данном случае у нас льготы, я бы сказал так, не совсем шикарные. Это примерно 10% налог на прибыли, это раза в три меньше, чем все остальные предприятия платят. Это примерно 50% ставка, то есть 0,5% коэффициент арендной платы, если мы берем наше помещение у государственных организаций. Это освобождение от местных налогов, это очень важный момент, что тоже активно помогает косвенно развиваться малому бизнесу. И есть еще различные фонды и программы, в рамках которого государство оказывает прямую финансовую поддержку их деятельности. Но для этого необходимо иметь соответствующий бизнес-план, пройти соответствующую экспертизу, только тогда получить даже на безвозвратной основе деньги от государства под достаточно солидные, хорошие проекты. Вот, например, наш технопарк в настоящий момент реализует программу, которая поддержана из средств Минского городского исполнительного комитета, из средств инновационного фонда Мингородсполкома. Объем этой программы, которая направлена в создание изделий медицинской техники, в частности для кардиологии, травматологии, ортопедии, онкологии, там 12 изделий на виновании, и в целом сумма этого проекта примерно около 4-5 миллионов евро. Вот, то есть есть и в этом плане определенные сдвиги, хотя я скажу, что, конечно, хотелось бы, чтобы у нас в республике было побольше домов для малого бизнеса инновационного, то есть больше технопарков, потому что пока, как мое мнение и мое понимание, еще мало строится как за средств государственных, так и местных, вот такие здания и дома для деятельности и развития инновационного предпринимательства. Ну вот, в нашем университете мы это стараемся очень активно поддерживать. В этом плане и нас поддерживает и Госкомитет по науке и технологиям, и Министерство образования Республики Беларусь. Ну вот, кратенько ответ на этот вопрос. Спасибо большое, Юрий Геннадьевич. И коротенький вопрос от бизнес-инкубатора непосредственно. Как вы смотрите на то, чтобы организовать, может быть, совместными усилиями некую программу или план мероприятий по организации процесса трансфера технологий между нашим регионом и Республикой Беларусью, в частности, между Нижегородским инновационным бизнес-инкубатором и технопарком Политехник, с точки зрения предоставления новых возможностей как для стартап-проектов Республики Беларусь при выходе на российский рынок и использовании инфраструктуры местной для этого, да, также и для нижегородских компаний при заинтересованности в выходе на рынок Республики Беларусь и использовании также инфраструктуры. Понятно, понятно. В этом плане мы уже имеем, как вы знаете, совместные наработки и стремления. Мало того, они поддержаны нашими министерствами, в данном случае, Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством экономики и развития Российской Федерации. Это, например, создание и реализация проекта по молодежному инновационному центру. Вы имеете очень хорошую наработку в этом направлении, и мы хотим уже в рамках программы союзного государства реализовать и создать такую совместную структуру, которая будет поддерживать инновационные проекты молодежи. Естественно, что для того, чтобы они имели законченный вид, нам необходимо не только поддержать инновационный проект на стадии его разработки, но и на стадии его коммерциализации. И в этом плане, конечно, нужен совместный дом белорусско-российский или дом союзного государства, в котором мы могли бы предоставить условия, ну, прежде всего, молодым ребятам, для того, чтобы они могли реализовать на практике свои инновационные проекты. В этом плане мы, опять же, имеем намерение создать белорусско-российский технопарк. И здесь партнеры как раз и с вашей области, и наш технопарк активно собирается в этом участвовать. Мы уже подготовили предварительно концепцию этой программы. Программа, опять же, союзного государства. Я скажу так, что эти программы предварительно поддержаны в вашем министерстве образования. Мы имели встречу с вашим министром образования. Он сказал, что всяческая поддержка будет, и они смогут выступить координаторами, заказчиками этой программы. Точно так же, как и наше министерство образования. И министр встречался с вашими представителями. Он поддержал эту идею, наш министр образования, Сергей Александрович. Так что, есть как возможность организовать в организационной форме, вот то, что я говорил, так и источники финансирования этих идей, чтобы построить вот такой дом для совместного бизнес-инкубатора, научно-технического парка, как угодно это можно назвать. Но главное, то есть структура, где будут коммерциализоваться разработки наших и ваших ребят. Вот такой ответ. Спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть и с интересом ознакомились с презентацией деятельности технопарка «Политехник». Надеюсь, на этом наша связь не ограничится, и мы будем в дальнейшем также контактировать с целью совместного развития. Спасибо большое. Я очень рад, что вы пригласили меня на ваше мероприятие. Кроме того, мы приглашаем вас в Минск сюда, потому что у нас в этом году состоится уже третий форум союзного государства инженерно-технологических вузов. С нижегородскими вузами у нас прекраснейшие отношения, поэтому ждем вас к себе в гости для того, чтобы совместно организовать нашу работу в научно-инновационной сфере. Спасибо. Спасибо. До свидания. И, коллеги, у нас осталось всего лишь два выступления представителей Финляндии. Первым у нас на связи будет руководитель отдела по работе с Россией агентства по развитию региона Котка-Хамена-Курсор Сергей Трошков, который расскажет о конкурсах, грантах и программах акселерации Финляндии для высокотехнологичных компаний, планирующих выход на рынки Евросоюза. Сергей, добрый день. Вы меня хорошо слышите? Хорошо слышим. Я вас не слышу. Мы хорошо слышим, Сергей. Да. А презентация моя включена? Да, включена, и мы просим во время выступления нас просить переключать слайды, чтобы мы могли ей управлять так же. Ну, отлично. Спасибо за возможность выступить. К сожалению, не смог сам приехать в Нижний Новгород, хотя очень люблю бывать в вашем городе. Но здесь, в Финляндии, сейчас пасхальная короткая неделя, поэтому не всегда удается преодолевать расстояние, но зато с помощью компьютерных технологий мы как будто бы рядом. А давайте вот кратко тогда познакомимся. Можно включить второй слайд. Я работаю достаточно давно в Финляндии, и последние 3-4 года я помогаю русским компаниям, которые интернационализируются и выходят на финский рынок. В основном это не начинающие компании, не стартапы, а уже действующие производства или действующие компании, предоставляющие услуги. Но со стартапами тоже есть определенный опыт, и меня как раз попросили рассказать о конкурсах, грантах и программах акселерации Финляндии. Все, конечно, не охватить, потому что Финляндия – это страна с наиболее развитой системой поддержки инновационных компаний. Вот если вы включите третий слайд, то вы видите, экосистема состоит из большого количества организаций, причем сюда на слайд не включены частные инвесторы. Все те организации, которые вы видите, это государственные игроки, система поддержки инноваций. То есть, исходя из опыта, практически каждая инновационная компания получала за время своей деятельности поддержку в той или иной виде. Или это грант, или это кредит беспроцентный, или это какой-то другой тип финансовой поддержки. Мы договорились, что в своем выступлении я сделаю акцент на государственные программы поддержки, а следующее выступление Вилла Кардела, он будет рассказывать больше о венчурном финансировании. И вот давайте сразу начнем с конкретики. Один из проектов, который я хотел бы представить, это проект под названием «Финлэндинг», слайд номер 4. Проект финансируется Министерством экономики и труда Финляндии. И идея такая, что собираются заявки от компаний в очень простом виде, в виде формата PowerPoint, то есть презентация, в которой вы рассказываете о своей компании или о своей идее и о планах интернационализироваться. Экспертное жюри оценивает вашу заявку, оценивает потенциал и вообще резонность выхода через Финляндию на международные рынки. И если идея представляется перспективной, вы получаете пакет поддержки. И вот следующий слайд, он как раз описывает, что входит в призовой пакет. Это не наличные деньги, это такой пакет, который мы назвали «Мягкая посадка вашего бизнеса в ЕС». Основным элементом пакета является индивидуальная менторская программа. Это такая смесь тренингов с поиском контактов и инвесторов. Как и в России, в Финляндии очень много что завязано на личные контакты. Чтобы получить финансирование, найти клиентов, реализовать пилотный проект, вам нужно лично познакомиться с людьми. И вот как раз проект «Финляндинг» финансирует поездки, тренинги, консультации, поиск партнеров. Здесь, что хорошо, входной барьер, он достаточно низок. Нужно просто заполнить по определенному шаблону, который есть на сайте, заявку и дождаться 22 мая, когда будут оглашены победители. Затем, следующий слайд, слайд номер 6. Есть в Финляндии две основных организации, которые предоставляют, финансируют компанию на разных этапах развития. И вот одна из организаций называется «Элицентр», по-русски это «Центр государственной поддержки и экономической поддержки». Он финансирует такой инструменты разные, это составление бизнес-плана, или он может скомпенсировать, когда вы нанимаете первого сотрудника, менеджера по продажам, или исполнительного директора. Возможно получить 50% от заработной платы в течение двух лет компенсацию. Для малой компании это достаточно существенная поддержка. Центральной такой организацией, которая финансирует стартапы и начинающие инновационные компании, является Текис. На Текисе очень хороший сайт, в принципе на английском там есть вся информация. И Текис это такой монстр, у которого есть разные-разные программы. Здесь все программы не охватить за 20 минут. Но важно понимать две вещи. Следующий слайд, слайд номер 7. Даже при всей развитости финансовой поддержки молодых компаний есть некоторые условия. И вот здесь выделено жирным шрифтом, что первая поддержка всегда у государственных организаций запрашивается предварительно, а выплачивается постфактум. Что это значит? Вам надо сначала потратить деньги, отчитаться за них и потом получить компенсацию. И второе, вы не получите финансовой поддержки, если вы не докажете государственной организации, что вы можете вести прибыльную и рентабельную деятельность. Поэтому должен быть бизнес-план, должны быть финансовые расчеты и должна быть какая-то экспертиза вашей продукции или вашей технологии, которая доказывает, что у вас может быть успех на рынке. Следующий слайд, как раз продолжается про Текис, слайд номер 8. Здесь показан объем финансирования. И интересно, что в Текис вкладывают очень много. Вот в 2013 году почти 600 миллионов евро. И вы видите, что вложения, даже гранты и даже беспроцентные кредиты, они окупаются. Вот кто-то посчитал, что с одного вложенного евро в малой и средней компании генерируется оборот 21 евро. То есть в 21 раз компании, получив стартовую поддержку, увеличивают свой оборот, свои продажи, свою прибыль. И интересный был разговор, что выступал директор Текиса и сказал, что нам эту цифру надо снизить. Вот такой успех, успешные инвестиции Текиса в стартапы означают, что Текис берет мало на себя риска. И теперь политика Текиса брать на себя еще больше риска и финансировать, может быть, компании на более ранних стадиях, а не уже такие проверенные кейсы. Но вы знаете, громкие успехи финских компаний. Прежде всего, это игровая индустрия, компания Rovio, создатель Angry Birds. Сейчас вот компания Supercell, которая получила почти полтора миллиарда евро инвестиций, венчурных инвестиций из Японии. И большое-большое количество более маленьких кейсов, более маленьких стартапов, достаточно успешных на рынке. Вообще, Финляндия входит в тройку по венчурному капиталу, по количеству стартапов, опережая даже Германию, несмотря на ее скромные размеры. То есть, в принципе, с Текисом связаться тоже очень просто, и барьеры достаточно низкие. И вот на девятом слайде есть алгоритм подачи заявок в Текис. То есть, в принципе, вы можете получить предварительное решение даже до открытия юридического лица в Финляндии. Опять же, все не так просто, нужно представить бизнес-план, доказать, что деятельность будет рентабельная, но, по крайней мере, получить какую-то консультацию и фидбэк, обратную связь от Текиса, можно, не предпринимая никаких действий. Следующий еще один интересный проект на десятом слайде – это проект Като. Там идея в том, что уволенные сотрудники Nokia, после реорганизации Nokia было очень много уволено сотрудников, они предлагают свои услуги бесплатно, причем, свою технологическую экспертизу, для начинающих компаний, в том числе компаний из-за рубежа. Вот слайд 11 рассказывает про как раз бесплатного технологического бизнес-эксперта, который может поддержать старт вашего бизнеса в Финляндии. Здесь, в принципе, основной момент – это предоставление контактов и связей, о важности которых я уже говорил. Следующий путь – найти финансирование, выйти на рынок и получить поддержку – это участие в программах акселерации. Всего в Финляндии сейчас работают более 50 бизнес-инкубаторов и программ акселерации на любой вкус. У каждого бизнес-инкубатора есть региональная специфика, свой фокус. Вот, например, я лично отвечаю за одну из программ инкубации, которая ориентирована на игровые компании и на игровые стартапы. В чем польза? Что весь процесс акселерации заточен именно на эту индустрию. Есть контакты, есть паблишеры, которые работают и которым интересна компания именно этого профиля. Следующий слайд номер 13. Опять же, если интересна Финляндия, отдельный разговор, почему она может быть интересна, можно принять участие в мероприятиях. И вот как раз в ноябре такими центральными мероприятиями для IT-компаний, для компаний-стартапов будет инновационный форум Slash, где в прошлом году приняло участие более 7000 человек и все ключевые инвесторы были там. И затем, как продолжение, мой проект организует инвестиционный форум Rubicon, где больше речь пойдет о том, что происходит после получения инвестиций, после регистрации компаний, как работать, как платить налоги, как найти персонал, как оптимизировать деятельность, то есть больше вопросов, связанных с развитием бизнеса. Вот, предлагаю вам подробнее познакомиться с тем, чем мы занимаемся на сайтах Rubicon, и в нашей социальной сети мы стараемся публиковать такую полезную информацию практического характера. И вот на слайде 14 одна из наших конкретных услуг, такой Rubicon офис-отель, который представляет себя такую смесь, синергию юридического адреса, почтового адреса, переговорной комнаты, офисного места, ну такой co-working space. И так как время заканчивается, вот такой последний слайд 15, это полезные информационные ресурсы, думаю, можно сфотографировать этот слайд или записать интернет-адреса и познакомиться с информацией более подробно на вот этих интернет-страницах. Спасибо за внимание, вот, в принципе, в отведенное время я уложился, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Сергей, спасибо большое за интересную презентацию. На самом деле, интерес лично у меня, как минимум, возник к мероприятию, которое планируете в ноябре. Я думаю, что мы обязательно поработаем со стартап-компаниями Нижегородского региона на предмет, возможно, организации даже некой бизнес-миссии для участия в этих мероприятиях. И как раз-таки очень хорошо, что вы сейчас об этом говорите, потому что у нас есть хорошее время для подготовки и проработки всех вопросов и сбора группы для поездки на эти мероприятия. Мы, безусловно, пришлем более подробную информацию, пакетное предложение с ценами, условиями и со всеми организационными моментами. Да, мы будем ждать. И если нет возражений, то мы также выложим на своих информационных ресурсах ту презентацию, которая была продемонстрирована в рамках сегодняшнего мероприятия. И также до вашего сведения довожу, что мероприятие у нас транслируется и в сети интернет, его можно посмотреть на сайте время.ru, и в дальнейшем оно также появится в записи, и мы будем его также распространить, доводить до широкой аудитории. Отлично. Ну, вот связь прерывается, сейчас не услышим вас. Спасибо большое. Спасибо. У нас с вами на повестке дня последнее, но не по значимости выступление спикера, старший преподаватель университета АЛТО города Хельсинги Уилл Кардвелл. Он, кстати сказать, еще и основатель Центра предпринимательства и инноваций данного университета. Уилл поделится опытом, как работает венчурный капитал Финляндии, и, что называется, взгляд изнутри. Продолжение следует... Продолжение следует... будет только через пять минут поскольку мы по таймингу немножко раньше чем запланировано идем да есть предложение сделать короткую паузу буквально пятиминутную чтобы вернуться и услышать презентацию все-таки коллеги из университета алта все у хавиор презентation on but we want you to tell us when to switch to another slide all right yes cool so do you want me to start already yes okay okay so hi everybody my name is will cardwell i am uh located in helsinki finland and uh i do a number of different things but today i'm going to talk to you about our venture capital environment here and maybe a bit about how it can be leveraged by international companies coming to finland so can you you will tell me if i'm speaking too quickly okay okay добрый вечер всем у меня зовут will kotland я нахожусь в хельсинки финляндия и сегодня мы немножечко поговорим о венчурных фондах как они работают финляндии и и я думаю стоит начать следующий слайд пожалуйста right so basically i'm a lecture on venture capital and entrepreneurship at alter university our largest university but my background is 15 years in venture capital industry here as well as running some startup companies so i come from let's say the industry for the most part я являюсь старшим лектором в университете атау и на самом деле имею 15 летний опыт в бизнесе и предпринимательстве работал очень со многими компаниями по стартапу and then the next slide number three следующий пожалуйста in this case i'm using some data and information from an organization i'm part of called vc zone which is basically connecting global venture capitalists with the finish and baltic markets здесь я буду приводить некоторые данные которые предоставлены организации частью которой я являюсь она называется vc zone что представляет собой эта организация она облегчает работу между международным сообществом и инвесторами из других стран с работа с инвесторами непосредственно в финляндии и стран балтийского региона мы помогаем понять международным инвесторам какие хорошие благоприятные инвестиционные проекты появляются в финляндии в балтийском регионе и даже в какой-то степени в россии на этом слайде представлены компании с которыми мы работаем и могу сказать что они представляют собой инвестиции в размере 5 миллиардов долларов. И, в принципе, вот это именно те партнеры, те основные компании, с которыми мы работаем. Окей. Следующий слайд. Итак, номер 5, который был первым слайдом. Он назвал «Финнический капитал или ВС «Овервью» 2013». У вас есть этот? Да, мы есть. Окей. То есть на этом слайде как раз… На данном слайде предоставлена шкала и различные графики непосредственно инвестиций, как международных инвестиций в рынок Финляндии, так и внутренних инвестиций непосредственно на рынке страны. Как вы можете видеть, в 2013 году у нас было более 100 крупных самых инвесторов, и общий размер капитала приближался к 240 миллионам евро. И как вы видите, основную часть этого рынка составляли компании, которые растут и расширяются именно в международном секторе, они составляют… Их доля составляет 161 миллион евро, и непосредственно они представляют большую часть инвестиций в Финляндии. Так что, в отношении количества денег, это было больше в следующей стадии развития компаний. В отношении количества инвестиций, сида и стартап-компаний были почти 90%. Так что 90% количества инвестиций было в early-stage компании, но большая часть инвестиций была в следующей стадии. Но если здесь представлены непосредственно самые большие инвесторы именно по объему инвестиций, если мы будем говорить именно по количеству компаний, которые поддерживаются, то 90% компаний, которым были предоставлены инвестиции, это как раз компании-стартапы и различные молодые компании. И я думаю, что результаты, или понимание, вы можете получить от этого, что, опять же, Финляндия не является в нижней мере крупной капитализацией, но есть большая часть инвестиций и какие-то части, и я не знаю как многие, это компании с улучшением от least 1 Russian founder. Что хотелось сказать, конечно Финляндия не представляет собой суперогромный рынок для инвестиций, но в любом случае являются инвестиционно привлекательными, потому что есть, например, компании, одна из крупнейших компаний, к сожалению, статистики у меня нет, основатель ее это гражданин России. И самое основное, что бы я хотел сказать, базируясь на этом слайде, в любом случае, если вы хотите попасть на европейский рынок, то Финляндия, возможно, является как раз тем местом, с которого стоит начать это движение в сторону Европы. Один из предыдущих спикеров Европы Я полагаю, уже говорил о том, что в Финляндии осуществляется инвестиционная поддержка различных предприятий за счет бюджетных средств. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что на данном графике представлены только частные капиталы. Хорошо. Я думаю, что первое, если вы посмотрите на верхней стороне, то вы можете увидеть секторы, где есть значительное количество предприятий. То есть, вы видите в секторе, на левом центре, количество предприятий, то есть, количество предприятий, которые были поддержаны, и затем, количество зарплатных инвестиций. И я думаю, что от этого, может быть, ключевые наступления, что, claramente, мобильный рынок, который очень крупный, и, конечно, софт-верс, в том числе, количество денег, и количество предприятий. Если вы посмотрите в левый верхний угол слайда, то вы увидите там непосредственно сектора, в которые инвестируется большее количество средств. Вы здесь можете видеть количество компаний, в которые были проинвестированы те или иные средства. Ну и, конечно, можно отсюда сделать вывод, что одно из самых перспективных направлений с точки зрения инвестиций в Финляндии является именно программное обеспечение. И если вы переехали к праву, то есть индустрия на верхней левой линии, может быть, это рассчитывание там, это смотрит на то время, с 2008, и я думаю, что это что показывает, что софтвера и мобиль, в целом, были популярны. И что не было популярным, и, по-моему, я думаю, что не было много инвестиций на техническом и техническом стороне, хотя и нано, по-моему, в последние времена. Если вы посмотрите в правый верхний угол этого слайда, то вы на графике здесь увидите непосредственные движения инвестиций с 2008 года, и здесь четко и ясно видно, что сторона именно программного обеспечения, она развивается очень быстро, но, по моему мнению, к сожалению, чему не хватает инвестиций и достаточного финансирования, это сектору именно железа, hardware. И я думаю, что это основная вещь. Я думаю, что если я conclude, что я думаю, что русские стартовые компании, которые интересны и приходят в финансирование рынка, то есть, вы понимаете, есть финансирование, но секторы, опять же, действительно были довольно фокусированы, поэтому, наверное, если вы смотрите, если вы любите финансирование финансирования, то это довольно невероятно, если вы не в софтвере, мобиле и, в общем-то, в жизни. Что хотелось от себя сказать именно компаниям российского стартапа, если они хотят выходить на международный рынок и, в частности, в Европу, конечно, надо принимать во внимание все эти цифры и сложившуюся ситуацию. Дело в том, что, как я уже сказал, если вы молодая компания не в секторе программного обеспечения, то, скорее всего, финансирование получить со стороны частных предпринимателей, со стороны частных венчурных фондов будет достаточно сложно. – Хорошо. – Хорошо. – Давайте перейдем к слайду номер 7. – Это говорит «Все инвестирования в Финляндии». – Этот слайд смотрит на разница между инвестированиями между интернационными инвестировками в Финляндии, домашническими инвестированиями, домашническими инвестировками в Финляндии. – На этих графиках представлена информация касательно международных инвестиций в Финляндии, внутренних инвестиций, а также участия различных инвесторов Angel. – Да. – То есть, одна вещь, которую вы можете видеть, то есть, что у меня была универсия между 2008, 2009, 2010, 2011, универсия международными инвестированиями и уровнями, универсиями и уровнями инвестирований. Но тогда это увеличивается, поэтому предпочтение для следующего года будет значительно выше. 2014 должен быть выше, чем 2013. – Если вы посмотрите в правый верхний угол слайда, то вы увидите, что мы видим небольшую такую просадку по графику в 2011 году, поскольку здесь показана динамика инвестиций с 2008 по 2013. Но если посмотреть на 2013, то ситуация выглядит отлично, и мы ожидаем еще дальнейшего роста в текущем 2014 году. – Второе. – The second thing I would point out here is that a lot of the investment coming into Finnish companies is more and more from international players, so you can see in 2013 that green part of the bar is much larger than either the yellow, which is domestic venture investors, or whatever that color at the top, the angels. So, you know, even though they're investing into Finnish companies, a lot of the investment capital is coming from investors from London, from the US, even from Russia, from China and other places. – Если вы посмотрите на крайний столбец верхнего графика, то вы увидите, что доля иностранных инвестиций в 2013 году составляет большую часть от графика, если сопоставить его с, например, желтой частью столбца, который находится ниже, или даже с инверстерами Agile, которые чуть светло-зеленым обозначены в верхнем углу, и я бы хотел сказать, что именно международные инвестиции сейчас приходят в Финляндию из таких стран, как США, Германия, Россия, Китай. То есть мы видим, что львиная доля инвестиций приходится именно на международных инвесторов. – And maybe the last thing I'd highlight, just so you can see in the bottom left, there are a few, in particular, материальные компании здесь в Финляндии, Бенек и Канату, в левом стороне, они были большие инвестиции от русских инвесторов. Так что я думаю, что мы видели какие-то русские инвесторные капиталы приходят в Финляндию, и, конечно же, эти компании, Бенек и Канату, тоже имеют русские инвестиции. Если вы посмотрите на левый нижний угол слайда, то вы увидите здесь российских инвесторов, самых крупных российских инвесторов. И что мы замечаем? Движение инвестиционных фондов и инвестиций вообще в сторону Финляндии со стороны России растет. И я считаю, что это поможет дальнейшему укреплению отношений и росту экономики в целом. Я здесь немножечко подведу итог, дам вам некоторый такой summary того, о чем я говорил, именно по движению и по финансовым ресурсам, которые сейчас имеют место в Финляндии. И я думаю, что это, конечно, не так разнообразно, чем в других рынках. Может быть, конкретные размеры и скалы немного разнообразны. Но на уровне фондов, в основном, финансирование ростов на 1 миллион евро, в основном, в основном, это сделано от локальных ангелов или капиталистов. Так что, в основном, маленькие росты от локальных игр, вместе с границами и лоунами, которые от разных соцсетей сайты и разные соцсетей. И если мы посмотрим на размер инвестиций, которые требуются, то я хотел бы объяснить, откуда это инвестиция потом берется и как финансируется то или иное предприятие. Если мы возьмем небольшой бюджет до 1 миллиона евро, то в основном финансирование происходит за счет местных инвесторов, за счет локальных angel-инвесторов, то есть все происходит в таком маленьком масштабе. И надо понимать, что финансирование и инвестиции здесь получают компании, которые находятся на раннем этапе развития, у которых, возможно, еще нет клиентов совсем или есть какие-то первые пилотные клиенты, то есть не обязательно обладать какими-то уже активами, чтобы получить дополнительное финансирование. When the company is expanding, looking for bigger rounds, 2 to 20 million euros, that are where early customers, to raise that kind of money, you need customers, some revenue going. You don't need to be profitable, obviously, but we have a number of kind of larger financing rounds of companies that are just starting to raise, have revenue. So, the kind of early stage is kind of considered 2 to 20 million euros being raised in companies with revenue. Когда компания продолжает развиваться, но все еще находится на ранней стадии и размер необходимых инвестиций составляет от 2 до 20 миллионов евро, то это осуществляется посредством уже венчурных фондов, венчурного капитала или более крупных инвесторов angel. По всей видимости, не обязательно компании уже работать в большой плюс, чтобы получить достаточное финансирование и именно инвестиций в таком размере, но в любом случае это уже следующий этап развития. И финансирование на данном этапе уже начинает происходить в основном за счет международных игроков, за счет международных инвестиционных фондов. Возможно, присутствуют также и финские коллеги, но в основном львиные доли – это международные инвесторы. Понятно, чтобы получить большие инвестиции, необходимо уже обладать какой-либо клиентской базой, именно теми клиентами, которые пользуются услугой или продуктом и платят за него именно в Финляндии. Да, да. На данном слайде представлена информация, опираясь на которую венчурные фонды смотрят и что они ищут в любой новой компании, в любом стартапе. И в принципе я считаю, что это не зависит именно от финского рынка. Любые венчурные инвестиционные компании смотрят на эти показатели повсеместно, по всему миру. Прежде всего это команда, затем сегмент рынка, в котором работает тот или иной стартап, бизнес-модель, по которой они работают, ну и технологии. То есть все это вкупе дает представление венчурным фондам о том или ином стартапе молодой компании. Так что, опять же, не разные вещи, чем в Силикон-Валете, Лондоне, Израиле или что-то. Но я думаю, что, опять же, мой пункт, это, когда вы везете сюда, вы должны быть способны сделать сильный факт для этих вещей, чтобы обеспечить венчурные деньги. Еще раз повторюсь, конечно, тут нет ничего сверхъестественного. Все это необходимо для получения инвестиций как в Лондоне, так и в Израиле и так далее, и так далее, и так далее. Но еще раз хочу подчеркнуть, если вы хотите получить финансирование в Финляндии и привнести свой проект в Финляндию, то вам нужно представить уже такой отточенный и крепкий бизнес-кейс для того, чтобы получить инвестиции в Финляндии. Возможно, Сергей уже говорил, что я возглавляю одно из предприятий, которое помогает российским бизнесменам и российским молодым бизнесам выйти на европейский рынок, а в частности в Финляндию. Это такой большой проект, и со своей стороны хочу сказать, что мы будем рады видеть вас у себя здесь на родине, в Финляндии, и поможем, как это возможно, развитию бизнеса. Отлично, если есть сейчас вопросы, то я готов на них ответить, если же нет, то выражаю благодарность за то, что пригласили меня принять участие в вашем сегодняшнем форуме. Дорога, я хочу сказать, что вы просто благодарите за такой интересной встрече, что вы получили в нашем событии, это было очень интересным и интересным. Я думаю, Сергей уже говорили о новом проекте, который будет для русских стартапов, которые интересны в интернете на европейский рынок, и особенно на финанский рынок. Итак, мы очень благодарны вам, что мы очень благодарны для вас, чтобы пригласить вас с вами, и слушать вам интересную презентацию о капитале в Финляндии, и я надеюсь, что в будущем мы также продолжим нашу конверсию и общение, как бы. Очень хорошо, я обращаю это. Отлично, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.